Здравствуйте! В эфире новости культуры Кировской области. Этот выпуск проведу я, Юлия Волкова. Музыкальный кубок Европы доставлен в Киров. Юные вокалистки из Кировской детской музыкальной школы номер 2 представляли наш регион на конкурсе в Минске и получили высокую оценку жюри. С победителями и наставниками встретился Михаил Конышев. Международный конкурс певцов Кубок Европы проводился в пятый раз. В жюри фестиваля вошли ведущие специалисты культуры и искусства разных стран. Наш регион представляли кировчанки Наталья Суслопарова и Евгения Желобова. Наталья пела одно произведение на русском языке. Называется она «Молитва». Это песня с Евровидения. Сербия представляла эту песню и мы исполняли на русском языке. А второе произведение называется «Perhaps». Она исполняла на английском языке. Выступление Наташи и Жени вызвали восторг как у зрителей, так и у жюри. Буквально сразу им пророчили победу. Как призналась Наталья, волнение было, но она быстро настроилась и выступила блестяще. Я живу на сцене. Я пытаюсь не обращать внимание на какие-то свои минусы, которые у меня не получаются в песне. Я пытаюсь проникнуться в песню саму. Я живу на сцене. Поэтому волнения исчезают. После дня прослушиваний жюри давал оценку каждому исполнителю. Претензий к исполнению и подготовке наших девочек не было. Ни по вокалу, ни по костюмам, ни по всей картинке. Мы, говорит, даже после первой Наташиной песни сидели все в ожидании, что же будет во второй песне. А второй она очень так у нас ярко танцует, в очень ярком костюме. Ну, мы сразу расслабились, что все нормально, что все будет. И она даже там уже мне на круглом столе, она сказала у ваших девочек первые места. В номинации «Эстрадный вокал соло» Евгения Желобова заняла первое место. Наталья Суслопарова взяла высшую награду Гран-при. А их преподаватель Елена Устюжанинова диплом «Лучший преподаватель». В музее Александра Грина открылась выставка художника-декоратора Кировского театра кукол Ларисы Кореневой. Экспозиция называется «Пасхальное настроение». На ней представлены более 20 акварельных работ художника. Лариса Коренева однажды и навсегда выбрала для себя акварель. Хотя художник говорит, что это акварель выбрала ее. Легкая и свежая, как первый весенний дождь, палитра Ларисы Кореневой дарит особое настроение. Мне кажется, это такая окраска, в которой очень сложно и в то же время очень понятно можно выразить себя. Я пишу, занимаюсь батиком, делаю какую-то роспись, книжной графикой занимаюсь, но вот именно акварель – это доминирующая. В экспозицию вошли пять работ из серии «Русь» – это старая уходящая вятка, разрушенные церкви, образа. Несколько работ из серии «Цветы и камни» и тематические картины, выполненные специально для пасхальной выставки. К светлому празднику у художника свое особое отношение. Это очищение, это прощение, это особое настроение души, когда все отходит на второй план. Все остальное, все мирское отходит на второй план. Остается только что-то такое, то, что хочется написать, то, что хочется выразить именно таким образом. Более юной аудиторией будет интересна экспозиция на первом этаже музея. Это работы двух сестер Натальи и Екатерины Фантребиных. Они увлекаются живописью и декоративно-прикладным искусством. Их сюжеты навеяны известными голливудскими фильмами. Знакомые лица, знакомые голливудские мотивы. Также последние новинки – это фильмы «Хоббит», «Мстители», «Люди Икс», то, что популярным. Ну и матрешки, которые пользовались особой популярностью, мы тоже решили разместить. Они также на знаменитые фильмы. Так все желающие могут увидеть в музее Грина сразу две разные и по-своему интересные экспозиции. В фойе детской филармонии открылась выставка работ студента третьего курса Вятского художественного училища Сергея Перминова. В экспозицию вошли графика и живопись. Около 15 работ, выполненных в графитном карандаше, и 10 работ масляной живописи на тему старой вятки. Сергей решил с другой стороны показать родной город. Старые дома, каменные и деревянные, они как люди. Поэтому художник попытался отразить каждый дом как личность со своим уникальным опытом, историей и памятью. Очевидно, что эта тема глубоко затронула молодого художника. Добавим, что это его первая персональная выставка. Путевые зарисовки, черно-белые фотографии и живопись иглой. В Кирове в музее-усадьбе Николая Хохрякова открылась новая выставка. На этих картинах запечатлены и фотомгновения ярких встреч с природой и лучи, словно продетые в иголку. Но повсюду горушки, так с любовью называют скалистые вершины Элеонора Рябаконь. Горы – неисповедимые пути. Название для выставки выбрала сама мастерица. Главный разговор здесь идет о восхождении души. Такой путь совершаем мы все, и художники, и земные люди. И вот Николай Николаевич, наш хозяин, когда-то зашел на вершины Альп со своим этюдником. А еще ходил на вершины Сергей Рябаконь. Элеонора Сергеевна и Сергей Антонович хорошо известны старшему поколению кировчан. Ветские пилигримы и в оранжевых купальницах, и Танасской долине, и горной реке Тяньшаня, и скали рай. Сергей Рябаконь работал геологом и фотографировал окружающую красоту. Когда он уже не смог фотографировать это свое, он взял кисть, потому что, в принципе, он мечтал быть художником, но тогда не до этого было. И вот эти горы свои, то есть из фотографии и памяти, что-то это вспыхло. То есть если человек рождается со светом в душе, он так или иначе выльется. Вместе они прожили более полувека, и сегодня Элеонора нашла снимки, которые пролежали почти 60 лет, и на каждой фотографии изображены горы. Только вот здесь вот на вятке почему-то могло вот это вот вспыхнуть, понимаете, вот оно накопилось, и должен быть какой-то выход. И оказалось, что и на ее иконах есть горушки. 20 лет назад муж Элеоноры заболел, и тогда она начала подъем к своей вершине – живописи иглой. Ну а как начать? Никогда этим не занималась. Вот я открыла этот спасок, пересняла его на кальку прозрачную, пересняла на ткань и стала вышивать глаза. А потом уж, когда я вышивала глаза, они у меня вдруг открылись. Для выставки она отобрала картины, на которых святые, как и земные люди, живут в преодолении назначенных свыше путей. Это хорошо знакомая нам Троица, Спас в силах Андрея Рублева и другие. И каждый в иконах найдет что-то свое, вечное. Пока вот я это вышиваю, это же и моя молитва сюда идет, и моя молитва за все это, что творится у нас, и просьба какая-то. И вот это люди считывают. Сегодня многие не верят, что можно вышивать так, без единого узелка. И Леонора Рябаконь уверена, что высшие силы помогали ей во всем. И только божий промысел мог свести пути художника Николая Хохрякова и супругов Рябаконь. Клим Смертин и Семен Лукин. Юные пианисты, которые сегодня подают большие надежды на будущее. Познакомиться с их творчеством можно было в детской филармонии. Там стипендиаты Управления культуры города Кирова дали свой первый сольный концерт. Клим учится в шестом классе музыкальной школы. Он уже не в первый раз становится стипендиатом городского управления культуры. За его творческим ростом внимательно следят педагоги, родные и друзья. Несмотря на уже накопившийся опыт выступлений, волнение у исполнителя остается. Клим мечтает в будущем сделать музыку своей профессией. Кроме классической музыки, юный пианист увлекается джазом, хочет создать группу. Возможно, вместе с ним, как и сегодня на концерте, будет играть Семен. Он тоже талантливый пианист и композитор. Практически все стипендиаты знакомы и с удовольствием ходят друг к другу на концерты. Поддержать, послушать и посмотреть выступления. Я начала учиться в музыкальной школе со второго класса. Пошел к педагогу моей тети Нине Алексеевне. Это очень хороший педагог. Она меня всему научила, как правильно садиться за инструмент, как играть на нем. Благодаря ей я стал выступать на конкурсах, и причем часто. Педагоги второй музыкальной школы Елена Бородина и Нина Зайцева по праву гордятся успехами своих учеников и делятся секретами мастерства. Вмешиваться минимально, потому что если будет педагог постоянно в каждую фразу вмешиваться, то уже не будет индивидуальности. Поэтому надо ребенку больше давать свободу. И пусть он сам это все делает, ищет, скажем, звучит, ищет форму. Юные музыканты занимаются на фортепиано по часу в день, чтобы заслужить возможность донести до слушателей музыку своей души. Напомним, что наша программа выходит при поддержке Управления культуры города Кирова. Всего доброго и до встречи на канале Россия Культура и Россия 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова